Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 300 000 запчастей по отличным честным ценам, а на складе компании «МотоСтронг» десятки мотоциклов, привезённых из Европы. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется, мы продаём мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг-Менеджер», ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Сегодня мы расскажем о заряженном турбомоторе Mazda. Итак, встречаем темпераментный 2.3 DC Turbo. В 2000-х годах компания Mazda предприняла попытку создания нескольких заряженных автомобилей. В 2005 году появились МПС-версии Mazda 6 первого поколения и заряженный Mazda 3 в двух поколениях. Эти машины подогреты 2.3-литровым турбобензиновым двигателем. Такой же двигатель устанавливался на кроссовер Mazda CX-7. Как мы знаем, на сегодняшний день новых поколений МПС-версий не выходило. 2.3-литровый мотор был создан на базе хорошо известных четверок L-серий, которые также устанавливались на модели Ford. У этого двигателя легкосплавный блок с чугунными гильзами, по четыре клапана на цилиндр, в приводе ГРМ, роликовая цепь, под коленвалом блок балансирных валов, а впрыск топлива в этом двигателе. У заряженных Mazda 3 и 6, а также у кроссовера CX-7 много поклонников, и в действительности многие из них столкнулись с поломкой этого двигателя и последующим капремонтом. К сожалению, стоковые 260 л.с. для МПС и порядка 238 л.с. для CX-7 оказались чересчур неподъемной ношей для этого двигателя. Обо всём этом подробно мы сейчас расскажем. Турбокомпрессоры к двигателю Mazda 2.3 Turbo пользуются большим спросом. С этого мотора турбина уже продана, поэтому расскажем о ней заочно. На этом двигателе используется турбокомпрессор BorgWarner K04. На версиях 260 л.с. для МПС и 238-сильных моторов для CX-7 турбокомпрессоры отличаются характеристиками наддува. Версии турбокомпрессоров для МПС, версии для Европы, США и Японии имеют разные каталожные номера. На практике эти турбокомпрессоры служат недолго. Всё зависит от интервалов замены масла и стиля вождения. Эти турбокомпрессоры погибают ярко с гулом, свистом, с выбрасыванием масла во впускной коллектор, а также клубов сизого дыма из выхлопных труб при перегазовке. Бывали случаи, когда турбина вбрасывала во впуск слишком много масла, что приводило к гидроудару и моментальной гибели мотора. Восстановленные турбины с заменённым картриджем обойдутся в 400 долларов. Встречаются и цены по $200. Также может некорректно работать актуатор перепускной заслонки. Если заслонка не открывается и не сбрасывает часть выхлопных газов в обход крыльчатки турбины, то ЭБУ может зафиксировать передув и ограничить мощность двигателя. В ряде случаев может подклинивать сам актуатор, но чаще всего проблема в треснувших вакуумных трубках и неисправности электровакуумного клапана, который управляет актуатором. С ТНВД двигателя Mazda 2.3 Turbo случается немало проблем. И он тоже пользуется большим спросом на разборках, поэтому с этого мотора он продан. Чаще всего течь топлива появляется по управляющему клапану, который встроен сверху в ТНВД. При этом двигатель не будет запускаться, потому что давление топлива в рампе будет минимальным. Грустная и плохая новость в том, что этот клапан отдельно от ТНВД не продается. Заменителей нет. Новый ТНВД стоит $800. Поэтому, чтобы сэкономить, лучше поискать этот ТНВД на разборках. Реже может появиться течь топлива из самого ТНВД. Топливо сочится из-под сальников, штока, насоса и примешивается к моторному маслу. Сальники отдельно не продаются, но их можно подобрать. В редких случаях появляется выработка на штоке ТНВД. Форсунки непосредственного впрыска двигателя 2.3 DC становятся жертвами некачественного топлива. Как временем нарушается производительность форсунок и качество распыления топлива. Симптомов много – от нестабильной работы на холостом ходу и пропуска воспламенения в одном из цилиндров до разрушения поршня. С помощью диагностического ПО можно отключать каждую форсунку, чтобы выявить неисправную. Отключение исправной форсунки сразу скажется на работе двигателя, т.е. он будет ещё больше троить на холостых оборотах. А вот отключение неисправной форсунки никак не повлияет на симптомы троения. Новая форсунка для этого двигателя стоит $200. Поэтому перед установкой новых форсунок владельцы пытаются их реанимировать, т.е. отвозят на ультразвуковую чистку. В каждой форсунке есть конический сетчатый фильтр. Оригинальные не продаются, но есть заменители. В ряде случаев форсунки удается очистить и добиться равномерного распыления и достаточной производительности. Но проверять каждую форсунку надо на специальном стенде. Форсунки надо устанавливать на новые уплотнительные кольца, которые находятся не только под форсунками, но и под топливной рампой. Оригинальные уплотнения слабенькие. Когда рассыхаются или даже прогорают резинометаллические кольца под форсунками, то при работающем двигателе можно услышать треск от прорывающихся газов, а по верхним резиновым колечком может просачиваться топливо из топливной рампы. Ну а сегодня разобрать это мощное японское чудо нам поможет наш мощный механик Александр. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! Иногда на моторе Mazda 2.3 Turbo возникает утечка масла по прокладке между теплообменником и корпусом масляного фильтра. Оригинальная новая прокладка без теплообменника не продаётся, поэтому приходится покупать заменители. Также известны редкие случаи появления трещины по резьбе датчика давления масла. В системе вентиляции картера двигателя 2.3 Turbo используется клапан, который установлен в клапанной крышке, и маслоотделитель, который установлен на блоки цилиндров под впускным коллектором. Клапан и маслоотделитель надо хорошенько почистить раз в 100 000 км. Эту процедуру удобно делать вместе с чисткой впускных клапанов от нагара и масляного налёта. После установки впускного коллектора надо хорошенько закрепить трубку от маслоотделителя, потому что если трубка будет закреплена плохо, то двигатель не запустится от сильного подсоса воздуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По традиции Мазда в этом двигателе нет гидрокомпенсаторов, а тепловые зазоры здесь регулируются самым неудобным и дорогим способом – это подбором тарированных толкателей. Обычно эту процедуру производят при капремонте двигателя, потому что до естественного износа сёдел клапанов эти двигатели не доживают. У нас тут все признаки экономии на моторном масле – тёмный лаковый масляный налёт, но критического износа на кулачках распредвалов мы не наблюдаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цепь ГРМ двигателя Mazda 2.3 Turbo служит плохо, обычно в районе 100 000 км. Но было немало случаев, когда цепь начинала звенеть уже при пробеге 50 000 км. Цепь ГРМ можно рассмотреть через маслозаливную горловину. При заметном износе она провисает между шестернями распредвалов. Оригинальная цепь ГРМ стоит $80. Фактически она такая же, как на моторах, атмосферных объёмом 2.0 и 2.3. Помимо самой цепи придётся поменять ещё два десятка сопутствующих деталей, таких как направляющие, гидронатяжитель, передний сальник коленвала и прокладка клапанной крышки. Из-за сильного износа придётся поменять и все шестерни валов и фазовращатель впускного распредвала. Для замены цепи ГРМ коленвал фиксируется специальным болтом, а распредвалы – специальной планкой. Единственный фазовращатель стоит $170. Его приходится менять из-за появления громкого стрекота после запуска холодного двигателя. Этот посторонний звук издаёт подклинивший стопор фазовращателя, который начинает подклинивать из-за загрязнения масляных каналов к управляющему соленоиду и из-за появления отложений в самом фазовращателе. В этом фазовращателе стопор дострекотался до такой степени, что вылетел. Другими словами, частая замена масла продлит жизнь и муфте впускного распредвала, и всему мотору в целом. Также из-за некорректной работы системы изменения фаз газораспределения появляется ошибка P0012. В этом случае либо по какой-то причине не происходит смещение впускного распредвала, либо же его положение фиксируется некорректно. Эта ошибка обычно появляется из-за загрязнения управляющего соленоида, из-за износа фазовращателя, а также из-за износа распредвала и его постели, что приводит к снижению давления в каналах ГБЦ. Также бывает, что изнашивается или загрязняется датчик положения распредвала. Шейки распредвалов выглядят печально. Есть царапины, но на ощупь они пока не ощущаются. В общем, ходить этим распредвалом оставалось недолго. Итак, обратим внимание на свечи зажигания. Оригинальные свечи зажигания для мотора Mazda 2.3 Turbo стоят по $17. Заменитель от японского производителя не намного дешевле. Свечи иридиево-платиновые и служат достаточно долго. Экономия в виде установки обычных свечей зажигания приведет к сильной потере мощности. В разбираемом нами двигателе, судя по всему, цепь ГРМ перескочила. Это привело к удару поршней, а клапаны. То есть загнуты все впускные клапаны. А вообще, с этой ГБЦ ничего плохого не случается. Единственное, что она может лопнуть при сильном перегреве. Ближе к 2010 году, когда двигателям Mazda 2.3 Turbo исполнилось 3-4 года, появилось много случаев разрушения этих двигателей. Поломки происходили при движении по трассе с крейсерской скоростью и связаны с разрушением поршней. После многолетних исследований был обнаружен эффект самовоспламенения рабочей смеси при небольшой скорости движения поршня и при средней нагрузке на двигатель. В английском варианте аббревиатура этого эффекта звучит как «LSPI». На сегодняшний день известно, что самовоспламенение происходило из-за частиц кальция в кальциевых присадках, которые появились в маслах в середине 2000-х годов. Самовоспламенение паров масла происходило с большой детонацией, которая буквально раскалывала поршни. Эту проблему решили обновлением прошивок и применением масел с новыми присадками с минимальным содержанием кальция. В этом моторе поршни уцелели, от хона не осталось и следа, поэтому мы наблюдаем колоссальные следы масложора. Очень многие владельцы автомобилей с этим двигателем столкнулись с сильным жором масла. Помимо проблем с турбокомпрессором и системой вентиляции картерных газов, двигатель расходовал масло через поршневые кольца. Дело не только в залёгших маслосъёмных кольцах из-за снижения качества масла, также на очень большом количестве этих двигателей наблюдалось сильное снижение компрессии в цилиндрах, особенно в третьем. Есть несколько теорий о том, почему изнашивается именно третий цилиндр этого двигателя. Кто-то винит клапан EGR, кто-то керамическую пыль разрушенного катализатора, кто-то плохую продувку этого цилиндра из-за непродуманного выпускного коллектора. Но факт остается фактом – двигатель 2.3 Turbo от Mazda начинает умирать именно с третьего цилиндра. Кроме того, этот двигатель в большинстве случаев заклинивал и пробивал блок именно по третьему цилиндру. На этот счёт есть ещё одна теория, которая говорит о том, что из-за блока балансиров третий цилиндр плохо смазывается маслом. При капитальном ремонте этого двигателя нередко обнаруживается отслоение чугунных гильз от легкосплавного блока. При этом отслоившиеся гильзы будут иметь эллипс, где один из диаметров меньше номинала. При этом отслоившиеся гильзы будут видны невооружённым взглядом. Сверху они буквально отщёлкнуты от блока цилиндров. В нашем случае откровенного отслаивания гильз мы не видим, но уже наблюдаем небольшие каемочки в третьем и четвёртом цилиндрах. Надо объяснить, что вот это алюминиевая часть, а чугунная гильза на пару миллиметров ниже. Оригинальных поршней и поршневых колец ремонтного размера не существует, есть только заменители для капитального ремонта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немало двигателей 2 и 3 Turbo от Mazda застучало шатунными вкладышами и приварило их к коленвалу. Как правило, это происходило на фоне израсходования всего объёма масла из-за расхода масла. И даже если менять масло каждые 5 тысяч километров, то рекомендуется превентивно заменить шатунные вкладыши при пробеге в 100-120 тысяч километров. Также из-за проблем со смазкой в этом моторе изнашиваются распредвалы и шатунные пальцы. Кстати, в продаже есть оригинальные коренные и шатунные вкладыши двух ремонтных размеров. На коренных вкладышах мы видим износ в виде бороз. Скорее всего, это было оставлено мусором в масле. Также мы видим борозды и на шатунных вкладышах. Все маслосъёмные кольца закоксованы. Ну и коленвал с признаками износа. Верхние коренные вкладыши тоже с признаками износа. Разборка закончена. Как мы уже отмечали, многие двигатели Mazda 2.3 DC прошли через капремонт или были заменены. Они погибли от LSPI из-за третьего цилиндра, из-за заклинивания и пробивания блока цилиндров, из-за отслаивания чугунных гильз. Но, тем не менее, владельцы заряженных Mazda и кроссоверов CX-7 любят эти автомобили и не жалеют денег на капремонт этого двигателя, а также на усиление с форсировкой. Но если вы не знаете о слабостях этого мотора, то мы настоятельно не рекомендуем даже смотреть в сторону этих автомобилей, потому что двигатель 2.3 DC откровенно сырой и собран на коленке. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, напишите комментарий, поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».